Погода внесла коррективы в празднование Крещения. В этом году купели, скорее всего, обустроить не удастся. Из-за аномально теплой погоды лед на Волге слишком тонкий и неоднородный. Сейчас у берегов Самары река промерзла всего на 10 сантиметров, тогда как традиционно толщина льда в это время от 40 сантиметров до метра. Сейчас городские власти вместе с представителями Самарской епархии, полиции и МЧС решают, как быть в сложившейся ситуации. Не надо думать, что 10 сантиметров на него можно остановиться. Сейчас я всех, кто его знаю, они просто боятся на него наступать, потому что вода сверху очень долго играет. И вот эта постоянная заторошенность, постоянное движение этого льда, она не дает в этом году провести нормально этот праздник, как мы обычно проводили. Рубили майну и люди находились на льду. Сейчас на лед категорически опасно находиться. На Волге свет клина не сошелся. В этот день я слышал, и так говорят, что вся вода святая. Сотрудники поисково-спасательной службы ежедневно мониторят толщину льда на открытых водоемах. Желающих идти на тот берег сейчас практически нет. Враждевственно курсируют суда на воздушной подушке, и те испытывают неудобства от торосов. О массовом выходе на лед говорить вообще не приходится. Аналогичная ситуация сложилась у берегов Тольятти. Власти Автограда ищут альтернативу традиционной проруби. Рекомендуют священникам объяснять прихожанам, что обряд омовения можно совершить и в домашних условиях. Рекомендуют священникам, что обряд омовения можно совершить и в домашних условиях. Продолжение следует...